всех приветствую на канале боженицы омская область с вами я и ведущего сходит последний снег конец марта месяца подросли у меня щенки два месяца исполнилось сейчас я приехал на вестанцию для того чтобы сделать им прививку и выписать паспорта ветеринарные сходим сейчас на вестанцию там все сделают покажем какие препараты и сразу же такой вопрос я спрошу и она мне расскажет по поводу клещевого энцефалита если какие значит при ветеринарные препараты которые могут предостеречь от клеща клещ кусает как собак так и крупный рогатый скот пойдемте на станцию все там уйдет наш практикующий доктор в нашем районе надежда владимировна специалист по всем животным надежда вы расскажите какой препарат что ставить какого возраста два месяца вес больше десяти уже дегерметизация пройдена дегерметизация пройдена дегерметизация дегерметизация и ставили чтобы убедиться что щенок на момент вакцинации был здоровым проверяет температуру специальный термометр для животных в пасть ему не вставишь термометр только в задницу откусит вместе с рукой там же препараты из двух этих из двух компонентов ставим мультикам 4 растворитель это что-то из расслой и что-то такое другое собрались на рынок собрались вести щенков через три дня вакцин уже будет действитель какой-то значит срок должен чтобы тогда она привьется организм адаптируется а вот сейчас мы привьем какие-нибудь последствия побочные явления могут но они в загоне сидят закрыты ограниченное пространство контакта с другими животными особенно подобными у нас только скотом скотом может только контактировать или стилятами вот это самый источник инфекции как-то не муж гоняют они не дают ему спуститься на землю прививок остается с двух месяцев не не раньше 8-10 недель 8-10 недель повторно вакцинация будет через месяц нужно вторую вторую прививку поставить вы мне паспорт напишите запишите что я провакцинировал число поставите когда это потому что хорошо если он у меня будет а если памятку отдать и уедет другим хозяевам нужно ориентироваться когда поставить вторую прививку все остальные все остальные прививки там бешенство там что там еще какие что там собака поставить это уже потом ставить так как вакцина у нас мубликал 4 4 идет без бешенства значит бешенство будет отдельно сейчас дорогие зрители вы сейчас посмотрели как делали первоначально вакцинации щенков у меня щенков не один а несколько привозил только одного вести всю толпу довольно проблематично 50 километров таскать щенков тяжело тем более сюда привозить здесь может быть пока во время движения произойти контакт с неакценированным животным я купил и оплатил вот такой препарат бутикам на одного щенка мне заполнили паспорт его привили я посмотрел как это делается привили поставили печать заполнили ветеринар ветеринарный паспорт на собак посмотрел и со мной провели инсультаж как вакцинировать остальных щенков я приеду сегодня домой их провакцинирую надежда владимир на канале проконтролирует вакцинацию в следующий раз я сюда приеду и она мне выдаст паспорта на остальных щенков и заполнили еще я хотел вот такой вопрос у надежды владимир спросить сходит снег появляется клещи оживают собаки живут на земле клещ может попасть на собаку что нужно предпринять чтобы сделать чтобы щенки не заразились клещевыми сницефагетами не клещевыми целями перапазнос в основном вот клещи он какую инфекцию специалист какую инфекцию нужно распространять перапазмозы различные в абизиозы а препараты у вас есть на ветеринарное основание какие можно купить для собак для собак они отборят клещей сразу понятно но у вас на листанции все есть можно приехать и купить да здесь можно приобрести обработать животное а для коров есть для крупного рогатого скота для крупного рогатого скота есть препарат цифлонит который в объеме 10 мл обрабатывается по полке сохраняется от 4 до 6 недель а значит на развес ничего такого нет или просто ну у меня просто не одна голова а много голов нужно рассчитать сколько в последующем у нас будет такой же препарат аналогичный только в большем объеме можете приобрести цифлонит сколько стоит, значит, денег хватит? цифлонит примерно в объеме 300, наверное, рублей мы один возьмем сейчас я приеду домой, значит, обработаю насколько мне хватит коров потому что я не знаю на сколько какой будет расчет и посмотрю увидите какая реакция коров на вот этот препарат как правильно обработать корову от хлещевого энцефалита? лучше сказать не от хлещевого энцефалита а от наползания насекомых во-первых, сейчас это и кроме этого есть еще любые заболевания которые они разносят поэтому обрабатывается по полке в объеме 10 мл в кратности это разрыв должно быть 4-6 недель то есть он действует это пилет и срок действует где-то в месяц ну да, 4-6 недель это месяц я ввожу свою продукцию на рюм в которой беспокоюсь о здоровье своих животных и постоянный посетитель ветеринарной станции ветеринарной аптеки так, ловите всех подряд давай давай подкожно, куда ты его будешь держать или что? говори подкожно 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 Я не знаю куда ты будешь Нормально, не орёт Ну-ка Так, кому не ставим Это сук или сук? Ну-ка 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 Выбрали Вялый ходит Так Ну-ка Может уже не ставили? Не ставили О, губы! О, губы! Ой, щёки, щёки, щёки! Зубов нету ещё? Нету зубов Слушай, ну вы этот рубец-то идите хорошо Этими молочными зубами Щас, щас А что такое? Ам 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 Идут так чтобы что я делал ставили мультикан закончили с этим делом кому кому было интересно полезно ставьте плюсы подписывайтесь на канал буду дальше продолжать снимать и радовать вас своими работами кому не понравилось ставьте дизлайк все пока до следующей встречи